Я приветствую любителей астрологии. Сегодня хочу рассказать о новолунии, которая произойдет 30 мая 2022 года. И произойдет это в 30-й лунный день, символ которого золотой лебедь. А символы и описание лунных дней – это разработка Палпалыча и Глоба по методу авистийской астрологии. Так вот, 30-й лунный день бывает не всегда, что уже говорит нам о какой-то значимости новолуния, символизирует 30-й лунный день, день любви. Это уже тоже можно понять с самого названия лебедь, верность в любви. Это день прощения, покаяния и подведения итогов, что, в общем-то, тоже символично перед новолунией, еще пока луна, скажем так, зарождается новая. И как раз можно подвести итоги, чтобы с чистыми вибрациями, с чистыми эмоциями войти на новый этап жизни, ну, как минимум в этом году. То есть я имею в виду развитие уже именно в этом году. С каждым новолунием мы что-то планируем новое, что-то будущее как бы закладываем, начинаем что-то новое. И это каждый этап нового развития. И вот в этом новолунии открыт еще и верхний зодиак часы, который тоже вы можете почитать о нем в моем блоге AstroPlanet.be. И вот часы задают также начало нового эволюционного развития. И это тоже символично, потому что верхний зодиак часы находится между рыбами и овном. И как бы вот дают отсчет, ну, новым совершенно циклам, эпохам. И вот это еще пока, ну, как бы очень актуально в том плане, что работает соединение Марса и Юпитера, которое тоже можно посмотреть на моем канале. Мы сделали видео, как дополнительная информация о соединении Марса и Юпитера в Овне, я же сказала. Дополнительной информацией и что говорят эти планеты, как себя вести, потому что Марс – это показатель «я поступаю» и как я поступаю в обществе в соединении с Юпитером. Так вот, Луна в соединении с Солнцем, в близнецах, в десятом градусе близнецов. И градус этот называется «человек, летящий в пропасть». Солнце в близнецах дает такую нам подвижность. Это все-таки общий, скажем так, гороскоп, космограмма, что как бы на нас, на всех дает такой отпечаток. Естественно, это очень важно для самих близнецов. Либо если есть, ну, асцендент в близнецах, или много планет в знаке близнецов. Так вот, дает подвижность, подвижность, контактность. Либо это контакты, и опять же, это Солнце в близнецах намекает, что надо учиться, надо держать язык за зубами. То есть, контактов много, но это не говорит о том, что всем надо все рассказывать, всем подряд. Потому что эти контакты поверхностные. И показатель, что думать, что говоришь, также символизирует Солнце в близнецах писателей, журналистов, критиков. И Солнце в соединении с Луной, ну, вернее, скажем, Луна, это новолуние, Луна в соединении с Солнцем, и они попадают в девятый дом гороскопа. То есть, в этих событиях, ну, в этом событийном плане рекомендуется нам всем, и особенно этим людям, вот я уже сказала, особенно этим людям, работающим в СМИ, журналистам, блогерам, критикам также, что надо помнить о духовности и о том, какую информацию несете людям, общество. Да и каждому из нас, в общем-то, это тоже говорит, что надо самим думать своей головой, разбираться, кого слушать и какую информацию принимать, и, в общем-то, разделять зерна от плевел. Потому что сейчас информации очень много, и где правда, где ложь, очень трудно разобраться. Поэтому надо думать самим, своей головой. И вот потому что те, кто, ну, как бы восхищаются, кем восхищаются, вернее, те, кто высказываются для общества, могут преследовать какие-то свои цели, свои амбиции. И об этом нам намекает Юпитер в соединении с Марсом в Овне, а Юпитер является психологическим управителем Девятого дома, что и показывает, что на уровне мысли здесь превалируют амбиции. И то есть поступать как удобно, чтобы, ну, стать более как-то известным и достичь своих амбициозных целей. Так вот, градус на Волоне еще намекает нам, что надо быть предельно осторожным людям и, в общем-то, несущим определенную идеологию обществу. А, извините, ну, то есть как бы вот этим вот людям, которые несут вот определенную идеологию, и людям надо быть осторожны в своих высказываниях, вот что они несут. Или людям, если Луна вот в мировой астрологии, это подразумевается, что это люди, то есть Луна очень, она резонансна. Это новолуние. Я начала с Солнца, потому что это Луна, вот она в более таком ущербном состоянии, и на уровне, скажем так, ощущений интуиции, это то время, первые два-три дня мы вообще не осознаем, вернее, мы не чувствуем, не понимаем, да, вот как-то на уровне интуиции. А именно здесь надо больше вот самим думать по Солнцу, самим разбираться. И вот могут поддаваться мнению авторитетных, ярких людей, в том числе и представителям СМИ различных, и, в общем-то, не понимать, что их тоже вовлекают в эту бездну, если это информация, если это какие-то слова, которые идут в разрез с законами высшими, как бы с законами добра и с законами света. И в девятом доме управитель Новолуния и знака Близнецов, а также и девятого дома Меркурий в соединении с восходящим узлом, а восходящий узел – это наше развитие, это путь нашего развития, эволюции нашей, и еще в соединение с звездой, зловещей звездой Алуголь. Меркурий у нас ветроградный на этот момент Новолуния, и это говорит, что мышление будет направлено больше на материальные, на материальные какие-то вопросы, и больше такую практическую деятельность. И вот восходящий узел для развития с Меркурием ретроградным, то есть мы будем обращаться к прошлому опыту, либо опыт других перенимать. Ну, по девятому дому – это опыт других народов, опыт других каких-то традиций. И вот в событийном плане это может проигрываться, как поездки для обмена практическими навыками, либо это прошлые какие-то недоговоренности, какие-то документы были составлены, но не подписаны, их надо пересматривать, опять же как-то обновить можно, то есть их переработать, эти документы опять, эти какие-то договоренности пересмотреть, и, в общем-то, надо это завершить до логической точки, чтобы вот дальше можно было как-то развиваться. Но это ещё и как будет, вот, знаете, ощущение такое, что это будет очень какая-то, как-то вот трудно, такое какое-то давлеющее, как удавка какая-то, вот ощущение будет, что вот, ну, как удавка такая на шее, причём это, ну, в мировом таком вот масштабе, как и у каждого, естественно, если Меркурий с восходящим узлом где-то рядом с вашими планетами, это может на вас проиграться. Но это надо смотреть в личных гороскопах, а я так более в таком общем плане говорю. И это вот, понимаете, какие-то эти все вопросы, процессы, вот особенно контактов, документов, это всё, знаете, вот будет, будут пересматривать, но будет вот либо это будет на ком-то отражаться, как стягивают паркан на твоей шее, да, то есть либо эти условия какие-то такие будут очень давлеющие, либо это вообще вот будет трудно всё проходить, вот контакты, эти договорённости, что-то вот поездка, ну, то есть решать вот все вопросы, которые надо будет нам решать по Меркурию, а это торговля, это вот контакты, это общение, это документы, это будет как-то очень так тяжеловато проходить, причём опять это будет кармическая история, то есть возвращение в прошлое, что-то будет повторяться из прошлого, или опять какие-то скелеты из прошлого будут вылазить, и опять это будет всё обговариваться, как-то решаться. но ещё вот звезда Алголь, которая в соединении с Меркурием, она вот и будет давать то, что вот какие-то злые силы, вот, ну, вот эту удавку, по сути, вот стягивают на шее, и, в общем-то, это вот, знаете, такие провокационные манёвры, провокационные какие-то ситуации, мошеннические ситуации, это вот может проигрываться, это вот может проигрываться как сталкивание лбами, как людей в отдельном плане между собой, так и, в общем-то, это сталкивание лбами стран друг с другом, чтобы, ну, на какую-то провокацию их, вернее, на какой-то провокации подловить, как-то вот конфликт создать. И это, знаете, ещё может и тема миграции или опять провокация миграционными какими-то ситуациями, проиграться. Опять вот из прошлого, то есть мы помним, были такие ситуации, миграции из стран Востока на Польше границы, ой, на границы Польши и Белоруссии, и как это всё проигрывалось. Вот что-то подобное может опять повториться. А Меркурия ветроградная в Тельце это ещё тема, контакты по поводу каких-то перевозок продуктов, может быть, зерна, потому что градус, в котором находится Меркурий, называется поля, покрытые копнами пшеницы. То есть пшеница уже собрана, но она не перевезена с полей. То есть вот здесь надо будет как-то что-то, вопросы эти решать. И вот разговоры экономических, финансовых вопросов, в общем-то, нерешённых в прошлом. Всё это вот будет решаться сейчас. И, конечно, чтобы опять, чтобы это выйти на какой-то развивающий уже этап дальнейший, да, или это будет вот с такими тормозами, очень тяжёлыми тормозами. Но ещё почему провокации и мошенничество? Потому что Меркурия ветроградная, он в худшем своём варианте проигрывается, как мошенничество, это даже воровство какое-то, в материальном знаке он находится, то есть вопросы денег, торговли, всё это будет, знаете, в таком вот именно может проигрываться в провокационном плане, мошенничество. То есть надо быть осторожным, и я предупреждаю вас, что как бы будьте бдительны, пока Меркурий ветроградный, что вопросы денег очень актуален, и эти события будут вот какие-то неожиданные, катастрофичные могут показаться. Ну, у каждого же катастрофа, это может по-разному проигрываться, но то, что это будет какая-то вот катастрофичная, решаться просто вот на грани от слов, по сути, к физическим каким-то даже расправам, потому что на этот момент ещё и планета Уран в градусе падения чёрной луны Тельце, то есть Уран вообще в падении находится Тельце, и ещё в градусе падения чёрной луны, что будет именно вот эта чёрная луна, она, скажу так, вот она и так злая, ну, такая и провокаторша, и то, что создаёт какие-то такие искажённые ситуации, то есть если эта планета злая, то она ещё более её злее делает, а Уран планеты вообще неоднозначная, это вот по Урану вообще ничего невозможно предсказать, и здесь чёрная луна будет просто, Уран настолько, ну, вот с ног на голову всё переворачивает, все ситуации будут настолько неожиданными, и по сути очень надо быть осторожными в этот момент. И вот эта новолуния, в общем-то, несёт энергии с идеологической борьбой, вернее, несёт энергии идеологической борьбы с консерватизмом, то есть телец – знак такой вот устойчивый, материальный, и уже здесь вот комфортно, хорошо, вот всё уже, ну, добился. А само новолуние называется в градусе, который называется «человек летящий в пропасть», то есть вот надо всё-таки как-то решаться на новые перспективы, пересматривать взгляд на прошлые пути и торговли, и контактов, и партнёров, и каких-то финансовых сделок, и их оплату, этих финансовых сделок, то есть тут, знаете, риск, вернее, ну, авантюризм, рискнуть что-то сделать для себя выгодно, может, конечно, закончиться очень-очень катастрофично. А если всё-таки вопросы будут решаться на благо общества, то можно и выиграть, потому что может… здесь можно победить чёрную луну, и уран может проиграться как счастливый случай. А ещё в Тельце в это время находится Венера, уже она перешла в знак Тельца. Венера – хозяйка этого знака, и она, получается, что несёт, ну, психологически, такие добрые, гармоничные энергии. Но вот на момент новолуния в знаке Тельца она находится в восьмом доме, то есть в знаке Тельца в восьмой дом, а это дом катастроф, это дом чужих денег, дом наследства, это дом зачатия и дом смерти, скажем так. Ну, естественно, экстрима. То есть ещё Венера в этот момент находится в квадратуре с психологическим управителем Плутоном, который в Козероге и в градусе экзальтации Марса, что тоже, знаете, говорит о том, Венера, ну, казалось бы, психологически меня всё устраивает, мне всё хорошо, вот у меня всё замечательно, но жизнь выталкивает из этого комфорта. А ещё Венера вот в таком конфликтном аспекте с Плутоном, то есть это не будет постоянно, но будут моментами, вот настолько Плутон вот будет, как говорится, из этого комфорта Венеру вот просто выдвигается, выпихивается её, и это может быть вот, ну, такими довольно жёсткими событиями проигрываться. И вот Венера в Восьмом доме ещё показатель роковой любви, со страстями, ревности, катастрофы какие-то с любимыми людьми, то есть это могут быть и конфликты, как конфликты, так и, конечно, какие-то ситуации катастрофичные с любимыми людьми происходить. Поэтому тоже надо подготовиться к тому, что, опять же, вот я уже сказала, идеологическая борьба с консерватизмом, а Венера в Восьмом доме, это, знаете, тоже вот всё, что я хочу получить, ну, как-то не так происходит, как я хочу, а здесь надо просто смириться и как бы изменить отношения, то есть не изменять что-то внешнее, а именно своё внутреннее отношение, вот гармонично, комфортно по Венере в Тельцу относиться к каким-то ситуациям, если тебя как-то выпихивают из зоны комфорта, то есть постараться это воспринимать спокойно, с какой-то вот долей даже, ну, опять же, найти какой-то плюс для себя, то есть, ну, это, понимаете, комфорт – это застой, значит, надо что-то вот, жизнь, она нам даёт, чтобы мы что-то изменили, а главное, чтобы мы изменили себя, своё внутреннее состояние, и вот как раз-таки все ситуации сейчас нас будут требовать от нас этого. Так вот, это ещё ситуация, связанная с инвестициями, вот Венера в Восьмом доме, Уран в Восьмом доме находится, и вот здесь вот будут какие-то все инвестиционные, тема наследства, может, ну, кому-то остаться вопросы чужих денег или денег партнёров, да, партнёрские деньги, всё это может проигрываться неожиданно, и хорошую или плохую сторону для вас, для общества, это уже жизнь нам покажет, кто как себя ведёт. А вот гармоничная конфигурация от Меркурия ретроградного, которая в соединении с восходящим узлом к Плутону ретроградному, в Козероге, который находится в экзальтации Марса, то есть это вот сила. Я уже говорила, что Меркурий – это вот какие-то прошлые разговоры, которые контакты, но для развития. И в Тригоне с Плутоном, с одной стороны, это, знаете, такое, как подарок, да, то есть могут быть и какие-то инвестиции, какие-то вложения, какие-то использования чьих-то денег, но это ещё могут быть разговоры, например, о, вернее, даже если Меркурия ретроградный, заговор, какие-то сплетни, слухи, о каких-то таких тайных действиях, действиях жестоких, то есть здесь могут подключаться по Плутону мстительные действия, да, то есть, по сути, заговор, и на вершине этой конфигурации Нептун, хоть это и, казалось бы, благоприятная конфигурация, но здесь всё способствует тому, что может быть какой-то заговор, измена и, ну, тайные даже отравления по Нептуну могут быть, да, в общем-то, это такие тайные заговоры, чтобы как-то провернуть вот какую-то мошенническую сделку, поэтому тоже надо быть осторожным, не поддаваться быть, ну, как говорится, держать ухо востро и, конечно, в масштабном плане, более, ну, на таком уровне, это, конечно, могут быть такие сделки уже, ну, скажем, между странами, потому что я же говорю, что здесь девятый дом, ну, Новолуния в девятом доме, и здесь больше будут проигрываться такие отношения между странами, и могут быть вот какие-то заговоры по поводу всех этих, может, перевозок, там, поставок, ну, то есть логистики, какие-то там оплаты товаров, вот, это все будет, ну, в таком, в общем-то, проходить провокационном, как бы проигрываться плане. И еще это показатель Плутон, вот, вернее, Меркурий, Меркурий, ретроградный в Цельце, к Плутону ретроградному в Козероге может проигрываться как обесценивание денег, то есть надо деньги перевести во что-то ценное, чтобы они не пропали, то есть это опять может быть какой-то заговор про, ну, как вот что-то могут пообещать, что с деньгами будет все хорошо, там не будет падать, например, рубль, а могут деньги просто резко обесцениться, потому что Плутон у нас тоже планета неоднозначная, это все на уровне катастрофы. Еще одна важная конфигурация, которую уже долго я о ней и писала, и постоянно говорю, можете посмотреть в каких-то моих видео, особенно последних, это на вершине, которой стоит Сатурн, он уже вот, ну, уже долго стоит, уже около двух месяцев, Сатурн водолея на вершине, а в основании либо лунные узлы или планеты какие-то меняются, то есть вот лунные узлы и планеты, они находятся в Цельце и в Козероге, что опять же нас направляет на то, что вот жизнь, то есть понимаете, что вот жизнь материальная, духовные ценности, они меняются через экстрим напряжения, вот планеты меняются, они нам просто показывают, приносят нам в жизнь по своим функциям, и у нас идет переоценка ценностей, да, что либо мы на больше как бы за материальное держимся, либо мы понимаем, что уже это сейчас не стоит того, а узлы, они тоже стоят в Цельце и в Скорпионе, и это такое, знаете, уже на уровне коллективного, то есть это не только у одного человека, это вот у всех уже есть понимание, у всех людей, что либо мы привязываемся к чему-то своему, такому материальному, дорогому, либо мы понимаем, что уже это того не стоит на сегодняшний день, что есть другие какие-то ценности, и Сатурн, ну то есть вот наша реальная жизнь, материальные, духовные ценности, они меняются через экстрим, через напряжение, через катастрофы, через хаос, через эмоции, то есть все мы переживаем какие-то эмоции, происходящее, все, что происходит в мире, эти эмоции, они сопровождаются злостью, ненавистью, и это все испытания свыше, чтобы люди сделали наконец-то выбор в сторону света, потому что знак Водолея требует от нас сделать выбор между светом и тьмой, и, конечно же, правильно делать сторону света, то есть призывает Сатурн Водолея стать нам более ответственными, не перекладывать проблемы на чужие плечи. Каждый из нас сейчас должен понять, что зло пытается нас разделить, разделить людей и отделить друг от друга, это очень показал хорошо Калит, А Сатурн требует соблюдать рамки, соблюдать рамки дозволенного, соблюдать нравственные позиции. Даже если тебе дана свобода, это тоже по Водолею, в общем-то, делать, что хочу, и свобода в любой какой-то сфере, особенно в сфере, где у вас стоит Сатурн, в знаке Водолея, то есть какой там дом, и вы, вот просто вам главное, что как-то подняться вверх, а всё остальное, какими путями это не волнует, то Сатурн и будет бить. Он сейчас и даёт нам какие-то ограничения, он нас ограничивает в чём-то уже, у кого как это проигрывается. Так вот, нам, понимаете, опять же, вот показатель, что внедрять в жизнь, если кто-то как-то может, ну, какие-то открытия делает, там, на уровне власти, да, есть возможности, ну, как-то воздействовать на общее, на социум, и когда внедряют в жизнь не то, что может как-то исцелить общество, социум, какие-то, ну, соблюдения традиционных методов, а так, как вздумается, и как хочу, так и ворочу, как мне удобно. И вот, ну, опять же, повторюсь, что это не то, что исцелит людей, природу, землю, а то, что больше принесёт деньги, принесёт прибыль лично мне, там, или какому-то моему близкому кругу единомышленников. Ну, вот, понимаете, это, это, и это работает на разрушение, в общем-то, как в моральном плане, то есть, ну, обогатиться, как-то принести, ну, такую больше материальную пользу какому-то маленькому кругу людей, а остальные, в общем-то, от этого, понимаете, понимают свою какую-то ущербность, то есть, это морально людей разрушает, и, конечно, и физически. И вот об этом нам говорят сейчас новые заболевания, экстремальные методы какие-то неугодных людей, ну, опять же, это какие-то и военные действия, физическое насилие, усилия, все то, что, ну, то, что это сейчас очень, скажем так, превалирует, все это показатель того, что мы неправильно в этом мире взаимодействуем. И вот нам всем надо стать сейчас чище, об этом говорит белая луна, которая тоже находится в водолее, и она тоже находится на вершине Тау-квадрата, то есть надо приложить все усилия, надо вот очиститься нам. И тоже от лунных узлов она, ну, то есть она стоит на вершине, нет, обманываю, она в основании урана, который в падении, и в градусе падения черной луны, и с прозерпиной. То есть, понимаете, вот это вообще нам говорит, что надо настолько очиститься и обязательно проработать эту черную луну, то есть взять силу вверх над ней, чтобы все-таки сделать выбор к белой луне, это очень тяжело. Но это долг, это наша обязанность, а для этого надо просто поступать по совести, по чести, по долгу и по высшим законам, Божьим законам. И, знаете, вот нам всем надо стать чище, чтобы не повторить участь людей Атлантиды, люди, которые возомнили, что они могут заменить собой Творца. Я желаю вам удачи, любви и процветания. Я желаю вам сделать выбор в сторону света. И этим мы сделаем свою жизнь лучше, потому что сейчас на каждом из нас лежит обязанность поступать и своими личными поступками улучшать этот мир. Об этом говорит Марс в Овне и еще в соединении с Юпитером. Все только на благо общества. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok